Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, по работе я переехал в другую страну, живу в Египте, познакомилась с египтянином. Сразу на соборный роман, практически сразу начало жить место. Он бизнесмен, средний уровень. Меня младше на 7 лет, но думает, что на 5. Я чувствую его любовь, очень нежен ко мне и заботлив. Наверное, это первые мои такие полноценные отношения, но я замечаю за собой, что я его стесняюсь. Например, если мы выезжаем в магазин, я встречаю своих коллег русских, я отдаляюсь от него и показываю всем своим видом, будто я не с ним. Ещё напрягает разница в возрасте, хотя внешне он выглядит намного старше своих лет, не могу понять сама себя, они не имели мне эти отношения, но с ним так хорошо и комфортно. Что можете посоветовать в данной ситуации? Мне кажется, что встречаться с египтянином, скажем так, позорно, будто русский и никто не посмотрел, только египтянин оценил. Вроде хороший, я его уважаю и ценю, но стесняюсь. Я занимаю хорошую должность в русской компании и хочу, чтобы за моей спиной же жукали, что я чернильница и прочее, как у нас в России говорят о девушках, которые встречаются с кавказскими и прочими национальными. Ну что мы можем видеть? Мы можем видеть здесь, во-первых, зависимость от мнения окружающих людей, то есть неуверенность в себе. Мы видим здесь идеализацию и постановку на пьедестал, фактически, мнения окружающих людей относительно того, что в вашей жизни происходит. А мы видим здесь чувство стыда, которое является, в общем-то, обесцениванием собственным. Мы видим здесь то, что вы называете полноценными отношениями, где фактически любят вас. Вы сказали, что вы его уважаете и цените, но вам важно чувствовать его любовь. Вы говорите, что вы чувствуете его любовь, что это первые полноценные отношения, но вы стыдитесь. И я думаю, что это не просто так. Я думаю, что это связано с тем, что вы где-то в глубине души, вероятно, допускаете, что любить-то вас не за что. Нет, конечно, на рациональном уровне вы, безусловно, скажете, что вас любить-то не за что. Но вот выглядит все это так, как будто бы вы считаете, что не за что. И стыдитесь как будто бы того, что вас любят, собственно говоря. То, кто вас любит, выглядит как будто просто рационализация того, что вы как будто бы сложно принимаете любовь, сложно ее признаете. Дальше вы говорите о том, что вам с человеком хорошо и комфортно. Вы говорите, что закрутился бурный роман. То есть это все как будто бы происходит вне вашей ответственности, потому что бурный роман закрутился по вашему желанию и жить вы стали вместе по вашему желанию, я полагаю. Правда, почему-то довольно быстро все это развивалось, да, но это вот нужно смотреть. Так вот, как будто бы вы рветесь на части в своем состоянии расщепления, значит, когда с одной стороны вы хотите быть тем, с кем вам хорошо и комфортно, с другой стороны хотите сохранить свой определенный образ перед другими людьми. На что здесь можно обратить внимание? на то, как вы относитесь к мужчине. Ваша дифференциация, ваше манипулирование стереотипами оценочными, на мой взгляд, проистекает из того, что а. вы обесцениваете себя, б. вы не очень сильно обращаете внимание на то, что вы чувствуете к человеку, потому что все, что есть в вашем тексте, это история про то, что я чувствую его любовь, и мне с ним хорошо и комфортно. Да, вы говорите, что я его уважаю и ценю, но нет ощущения, что вы его любите, потому что вы не любите себя, потому что если бы любили себя, вас бы не беспокоили такие вещи, о которых вы говорите. я бы рекомендовал, вот не знаю, насколько банально вы это посчитаете, но я бы рекомендовал, вот вы говорите, я не хочу, чтобы за моей спиной шушукались там, что я там какая-то. Окей, а как это конкретно влияет на вашу жизнь? Ну, то есть, почему люди не могут это делать? В связи с чем вам так важно выглядеть определенным образом? Откуда у вас эта дифференциация по качественности и египтянин русский? То есть, вы как будто бы египтянина ставите на уровень ниже русского, и кавказцев вы также ставите на уровень, на более низкий уровень. Как бы, не кажется ли вам это стереотипным, стереотипичным? Очень. Вот. И что по сути эта история, она про то, чтобы быть правильной, чтобы получить обобрение, чтобы быть хорошей, но при этом подавлять свои собственные желания, которые могут быть, в принципе, самыми причудливыми. Вот. Не потому ли у вас отношения не складывались с мужчинами до этого? Ну, не потому ли, что вы подавляете себя, у вас возникает ситуация, в которой начинается бурный роман, где вы начинаете очень быстро жить человеком, при этом как будто бы не отдавая себя от черта в том, что вы делаете, как будто бы желаете усидеть на двух стульях. Понимаете? то есть, когда человек не признает свои желания, он не берет за них ответственность, он ведет себя достаточно незрело, пытаясь сидеть на двух стульях, то есть, пытаясь реализовать что-то свое, при этом не закладывая цену в свои действия по этой реализации. То есть, вы выбрали человека, с которым вы хотите быть. Например. Ну да, кому-то может это не понравиться. И что? Почему это должно нравиться? Почему не должны шушукаться у вас за спиной? То есть, вот, чтобы определить направление проблематики, вам нужно представить себе, как вы будете чувствовать, если будете шукаться? То есть, как вы будете себя ощущать? Как это вас обесценивает? Почему мнение людей так важно? Да? А вы говорите о том, что... Ну вот, что... чтобы мы дали вам совет. Психологи не дают советов. Психологи больше помогают в себе разобраться. Вот. Но советов... да, советов. Психологи не дают. Поэтому я думаю, что разобраться в себе, в ваших конфликтах, помочь вам определиться в том, что вы чувствуете по отношению к себе, что вы чувствуете по отношению к мужчине, да, это можно сделать. Как можно помочь вам рассмотреть ваши противоречия, ваши страхи и какие-то, может быть, элементы негативного опыта, который у вас был, вот, чтобы прожить его и вас это больше не тревожило. Все это сделать можно, но совет, советов мы не даем. Как-то, как-то так, на этом все, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи.